Приветствую вас на универсальным игровом и сегодня у нас обзор на игру Legend of Keepers. И чтобы не пропустить ни одного обзора, если вы этого еще не сделали, обязательно сходите и подпишитесь на канал. Итак, Legend of Keepers игра, представляющая из себя симулятор владельца подземелья или распорядителя подземелья. То есть, вы наверняка все привыкли играть в всевозможные данжен-кроулеры, всевозможные рогалики, но делали это всегда за хороших правых рыцарей, которые идут сражаться со злыми гадкими монстрами. В данной игре нам предлагают сделать все наоборот. Нам говорят, вы гадкие злые монстры, но вы должны защищать теперь данное подземелье. Вы работаете на нашу корпорацию, пожалуйста, идите убивайте всех этих людишек, которые сюда приходят. И именно вот этим мы будем заниматься в этой игре. Слушайте, первый взгляд, когда я вообще посмотрел на эту игру, я думаю, ну, картину взяли вроде как, Darkest Dungeon, короче, перерисовали и все. Ничего подобного, никогда так не думайте. Legend of Keepers это вообще не Darkest Dungeon, это Darkest Dungeon наоборот. То есть, вообще прям на самом деле полностью наоборот. Ну, что я вам рассказываю, давайте мы просто возьмем и пойдем, пойдем поиграем. Да, собственно, загружаемся и отправляемся в мир нашего подземелья. То есть, сейчас у меня происходит следующее. У меня 34 неделя, что у меня здесь есть. То есть, после того, как проходит какая-то неделя, у вас начинается, знаете, что-то типа этапа подготовки. То есть, мы должны менеджерить наше подземелье. То есть, мы должны лечить наших монстров, отправлять их в командировки. Делать так, чтобы они согласились пойти в следующий, как не рейт, а на следующую защиту. Потому что у них может закончиться их отвага, и они просто-напросто решат туда не ходить. Мы должны прокачивать наших героев. В общем, мы должны делать кучу, кучу всего для того, чтобы мелких злобных людишек убивать, чтобы они не подходили к нашему золоту. Итак, что мы здесь выбираем? Мы можем выбрать, улучшать активные ловушки. Сейчас торговец и события. Выбираем механика, потому что я хочу увеличить свою ловушечку, желательно до четвертого уровня. Вот здесь вот. Вот мне очень нравится моя ловушка на яд. Я прям с нее балдею. И, возможно, ловушку на урон. Вот это вот. Золотишко чуть-чуть закончилось. То есть, после того, как вы выбрали одну из трех, у вас, соответственно, поднимается следующий вариант. Так, что можем сделать? Мы можем сделать семинар. Всегда полезно собраться и обсудить рабочие моменты с коллегами. То есть, все эти монстры это наши коллеги. Можем их потренировать. Можем уйти в грабеж. Также у нас есть непосредственно вот этот вот менеджер наших товарищей, а именно наших служащих. Так они называются здесь. Так. Давай тебя тут оставим. Посмотрим, кстати, ловушки. Я хотел ловушку с ядом поменять на вот эту вот ловушку. Вот. Собственно, у нас есть гарнизон. То есть, здесь обозначены те монстры, которые у нас есть в нашем распоряжении. То есть, для первой, для второй комнаты. Пока. Потому что дальше будет больше. И здесь есть гарнизон. Это значит, что эти монстрики, они ушли отдыхать, потому что их слишком часто убивали. Им теперь необходимо отдохнуть. Как понять, что кому-то скоро нужно будет отдохнуть? Вы смотрите на количество вот этих вот оранжевых квадратиков под человеком. Это значит, что если я Екса выставлю на следующий бой и его убьют, то он гарантированно идет в гарнизон. То же самое будет, например, и с Ризери, потому что он теряет 2 очка решимости. И таким вот образом мы должны постоянно понимать, кто у нас пойдет защищать. Так, здесь мы все сделали. Давайте пойдем на семинар, поучимся немножко. Менеджер по работе с персоналом рекомендует вам предпринять комплекс мер по повышению мотивации ваших служащих. То есть, игра сделана именно в таком ключе, как будто мы реально управляем IT-компанией. То есть, нам нужно постоянно прокачивать наших сотрудников, нужно отправлять их на семинары, нужно отправлять в какие-то командировки. И это вот все вот так вот преподнесено, знаете, прикольно. Мне на самом деле чуть-чуть не хватает еще больше каких-то несерьезных вещей, потому что игра прям, знаете, так, можно сказать, сделана на серьезных щах. Прям вот так вот, прям все очень серьезно, но при этом нам говорят, ну, вам нужно ваших служащих мотивировать на то, чтобы они убивали других людей. Потому что убивать людей это очень сложно. Вот. Что мы можем сделать? Мы можем прокачать магическую мастерскую, чтобы получить плюс 2 в защите, либо поднять всем мотивацию. Вот я хочу поднять всем мотивацию, потому что, вы как видели, у нас там некоторые ребята уже собираются слиться. Здесь вот возьмем, например, события, ну, потому что интересно, что же там будет. Торговец с ляжками. Поставщик продуктов предлагает вам купить по сниженной цене груз человеческих ляжек. Это позволит сильно сохранить расходы на питание, тем самым заработать неплохую премию от руководства. То есть, видите, вот какая все-таки прекрасная игра. Человеческие ляжки продаем. Да, принять, потому что нам увеличит количество золота, это хорошо. Так, это нам не надо. Идем в события. Мусоропровод. Профсоюз потребовал от вас организовать ящик для сбора анонимных пожеланий. Пусть большинство служащих не умеет писать, а даже с доброй волей, несомненно, поднимет их боевой дух. И никогда не нужно знать, что содержимое ящика отправляет прибегом на помойку. Плюс 1 к мотивации всем монстрам. Класс. Всего 150 монеток за плюс 1 мотивации уже очень хорошо, потому что не надо ждать нибудь. Итак, собственно, вот мы дошли до момента, когда нужно выбрать, кого же мы сейчас будем бить. Соответственно, чем больше награду мы хотим, тем сложнее мы должны выбрать себе тех, кто придет в наше подземелье. Давайте возьмем ветеранов, потому что с ветеранами я довольно неплохо уже справлялся раньше. То есть, там были еще герои дальше, но с героями нет. Итак, собственно, что же здесь происходит? Вот у нас есть расписан тот путь, который будут проходить вот эти три героя. То есть, сначала он заходит вот в эту комнату, где происходит какое-то заклинание. Дальше идет комнату с монстром. Дальше идут ловушки. Опять заклинания. Опять монстры. Опять ловушки. И непосредственно управляющий, который является у нас большой кентавр Мауг. Итак, посмотрим, кто у нас здесь и чем они бьются. Смотрите, на что нужно обратить внимание, когда вы будете играть. Обязательно у каждого из героев есть внизу справа их скиллы. И эти скиллы показаны не то, где должен стоять герой, чтобы применять этот скилл, а то, куда этот скилл полетит после того, как герой его применит. Обязательно обратите на это внимание, потому что я очень долго тупил. Я прям думал, что ну вот же, сейчас я поставлю. Ну, то есть, вот, например, вот этого товарища. Я все время ставил его, предположим, назад, потому что думал, ну, вот тут же у него написано внизу, что, типа, впереди он должен бить. А не, наоборот, я его ставил вперед. Вот, и не понимал, типа, куда он будет бить. И это очень сильно расстраивало. Так, здесь вот у них есть вот этот вот гад. Он прям вообще злой. Ладно, давай что сделаем. Мы возьмем все-таки танка вперед. Поставим вот этого товарища, поставим назад. Он очень крутой, и он будет ходить после вот него. Ничего страшного не произойдет, по крайней мере. И кого я еще хотел? Я хотел поставить вот тебя. Или тебя. Кого даже не знаю. Так, ты на 50 урона и пятнашка в АОЕ. Значит, тебя хорошо повторить. Ставим ловушки. Ловушку ставим сюда. Нашу любимую ловушку, отравленную ловушку. Потому что она позволяет прям прилично нанести дамага. Так, а здесь у меня есть уже сработавшая комбинация. Хорошая сработавшаяся. Это вот этот товарищ, вот этот товарищ и Агиор, который очень неплохо сзади раздает всем по щам. Эти мне пока не нужны. Так, еще одна ловушка на всякий случай на добивание всех циркулярной пилой. Ну и кентавру ничего мы не даем. То есть кентавр, он просто как есть, так есть. Он прокачивается непосредственно между неделями. Что у нас еще есть? У нас есть справа набор нашего инвентаря. В инвентаре у нас есть непосредственно артефакты, которые дают нам какие-то плюшки. При этом инвентарь можно также прокачивать. То есть, как вы видите, у меня, например, карта постоянного клиента уже второго уровня. Я прокачал ее на одном из событий. Итак, вот они сюда пришли. Смотрим, что мы можем сделать. Можно сделать 30 физического урона по всем с обморожением. 50 урона по первому с легкой мишенью. И в юго 10 урона применяется урон замедления. По-моему, полная ерунда. Вот полный, вот этот вот 30 урона плюс обморожение на 3 хода это класс. То есть, причем смотрите, каждый раз, когда вы наводите на ваше заклинание, у вас внизу показано, что будет происходить с данным монстром после применения этого заклинания. Ну то есть, довольно неплохо урона нанесем. Это уже здорово. Пришли. Ну то есть, вот этот вот гад, как я и говорил, он, я постоянно забываю, что он делает вот такую штуку. Точнее, я помню, что он гад, но я не помню, что он делал. А сейчас я вспомнил, он переносит всех монстров на случайные позиции в начале первого боя, поэтому надо было наоборот ставить танка не вперед, а куда-то назад, чтобы был шанс, что он вперед окажется. Больше, по крайней мере, шанс. Итак, есть отравленная стрела, есть токсичный залп. Делаем отравленную стрелу, потому что гад сзади меня дико раздражает. Пускай он потихонечку будет умирать. Так, он сейчас снова даст залп по моим. Но лучник уже сделал хорошо, он уже нанес урона. Потом он сейчас глыба льда полетит в лицо этому же товарищу. Какие у нас есть варианты, кстати, уничтожения данных людишек? Есть вариант первый, это снести всю полоску жизни. Да, и вариант второй, это снести... Как он зовется-то? Мораль. Ну, то есть, надо выбирать, на что мы будем бить. Когда заканчивается мораль, то враг, получается, просто только собирается. Я пошел! И уходит. Да, поэтому... Ну, то есть, он не умирает, он просто убегает. За мораль нам будут давать один ресурс, за уничтожение по крови нам будут давать второй ресурс. Так, что мы можем сделать здесь? Вопль ужаса. Так, кровотечения, к сожалению, нету. Давайте сначала наносим только урон, для того, чтобы кровотечение дать. И если вдруг он переживет этот раунд, тогда он хотя бы разок еще попробует кому-нибудь не давать по лицу. К сожалению, Йети умрет. И, возможно, орк тоже умрет. Ладно, благо, у нас сохраняются эффекты всевозможных отравлений, замедлений и так далее. И они переносятся дальше. Так, что здесь? Хлыстом жахнуть. Никакой пощады. Это прокачать тех, кто будет у нас в следующей комнате. Либо устрашение. Это на... Нет, давайте хлыстом просто. Будем максить урон в эту даму. Ну, я думаю, что сейчас ход быстро дойдет до нашего... Вот этого товарища, если он переживет, тогда... Все, тогда этой даме хана. Она гарантированно помрет. А, она умерла даже. Даже не надо было ничего нам. Все, мочим заднего. До свидос. И ударом копья непосредственно идем в атаку на ниндзя. Приговор. Что прикольно в этой игре? Прикольно сама идея. Идея прям... Вообще прям супер. Прям на соточку. Так, что значит? Так, 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 так. Можем прокачать порабощение, которое теперь дает кровотечение. Аж на 5 ходов. Класс. Удар хлыста на 119 урона. Тоже круто. И 56 боевого духа. Хм. Все-таки давайте удар хлыста. Классический урон. Мне очень и очень нравится. Итак, что у нас произошло дальше? Упала мотивация у Аргура, Ризри и Аксипиталиса. Почему? Потому что их убили, как я говорил. Она упала на целых 2 единички. Но так как мы в каждой подготовке смогли хорошо им прокачать их мотивацию, то они сейчас не отправляются в гарнизон. Они смогут выйти еще один раз на один бой непосредственно. Давайте еще недельку проведем. Еще один бой точно сыграем. Так, курсы. Давайте кого-нибудь подлечим на курсы. Центр повышения квалификации предлагает провести обучение служащих за солидную сумму золотя. Обучающие займет 8 недель и добавит 2 уровня аж. Хорошо. Я согласен. Пускай этого хорошо. Так, сборщик Дани. Да, мне нужно золотишко. Заплатить 25 золота и получить плюс 200 монет. Точнее, не золото, а крови. Так, в командировку можно кого-нибудь отправить. Либо на событии дать в командировку отправим клэнь. Итак, поступило распоряжение прикомандировать одну из ваших сотрудников в квизной группе отдела продаж. Представляете, это отдел продаж в подземелье. Прекрасно вообще. Разумеется, вы получите компенсацию. Хорошо. Отправим тогда кого. Отправим кого. Какого? Пойди. Этого нет. Так, что, друзья. Что-то существа получают. Плюс 10 к обороне. Очень хорошая штука. Вот ты все-таки отправляешься. Или вот эти. Потому что мотивация плюс 1. А у меня там есть ребята, которые собираются уже уходить. Но плюс 10 к обороне. Нет, плюс 10 к обороне решает. Тренер курсы. Прежде чем это сделать, давайте посмотрим, что у нас тут будет происходить. У нас Ризри. Скорее всего, выйдет в гарнизон после следующего боя. Если мы его так оставим. Вот кроме Грин, если у него был товарищ, он ушел. Давайте мы что-то сделаем. Мы Ризри. Ризри. Мы вот дадим вот сюда вот это вот Хаэра. Чтобы, если что, Ризри заменить. Вот так вот. Так вот мы сделаем. Тренер либо курсы. Давайте еще разок. Тренера. И кого-нибудь сразу прокачаем. Я точно хочу прокачать его, потому что он очень крутой. Так, денег нам только на вот этого не хватает. 275. Я очень хочу прокачать вот этого, наверное, товарища. Смотрите, да, у нас денег даже есть на него. Либо огненного чувака. Даже не знаю, кого. Все-таки вот этого Аксипиталиса. Все замечательно. Очень хорошо. Мы прокачали. И идем биться. То есть у нас приходит двое ветеранов. Один ледяной ветеран. Либо огненный ветеран. Давайте с ледяными опять пойдем. Хотя нет. Зачем с ледяными? Мы же с огненными. Кстати, тут еще есть такая прикольная штука. Игру можно подключить к твичу. И в специальном режиме. И когда будут проходить вот эти вот моменты, когда нужно выбирать, с кем биться, то твич будет выбирать. Ну, то есть вы сами, как зрители, будете выбирать, с кем нужно биться. Ну, то есть, знаете, можно такие подставы устраивать. Очень гадкие подставы. Но все равно они рабочие. Так, ловушки. Ловушки оставляем. Все. Идем. Фаза подготовки. Ну, у нас очередная фаза подготовки. Так, кто к нам пришел? Давайте сразу посмотрим. Волшебник четвертого уровня. Жесть. Так. Берсерк пятого уровня еще хуже. И лилия четвертого уровня. Травница не самая сложная, но у нее есть иммунитет к кровотечению. Это плохо. Хорошо. Делаем отраву. Так, или подожди. Отраву можно всех сделать сначала. Давайте сначала отраву. Не, ладно. Пускай сначала попробуем Берсерка замочить по максимуму. Так, сюда выставляем, как я уже и говорил. Вставляем танка. Выставляем Резри. И берем Аксипиталиса, который аж четвертого уровня. Хотя его, наверное, стоит... Знаете, что сделать? Потому... Его, наверное, стоит поставить... Его, наверное, стоит поставить в середину, потому что Резри... Резри у нас будет стоять и страдать. Просто впитывать урон. А Аксипиталис будет раздавать дамаг. Так, здесь циркулярная пила, если бы до сюда доживет. Ну и здесь наша уже такая комба. А, у нас вот этот ушел товарищ. Кого я хочу тогда? Я тогда хочу... Вот этого, чтобы ярость получать в начале боя. Уже хорошо. То есть обязательно читайте то, какие плеушки дает каждый герой. Сочетание героев, оно очень-очень важно. Так, Стая Летучих Мышей дает сразу кровотечение. Слушай, это хорошо. Давайте сразу кровотечение на всех наложим. На кого наложится. Ну, то есть на травницу не накладывается, но все же. Просто нам кровотечение понадобится для того, чтобы орк давал по лицу. От души так давал по лицу. Если, по крайней мере, остается... А, ты че? Погоди, как он ударил? Вот негодяи. Ладно, так и быть. Травницу. Летит. Уже хорошо. Ого. Ого, гошеньки. Нормально ребята так развлекаются. Так, замедление на всех. Либо глыбы льда в лицо. Давайте замедление на всех дадим. То есть, смотрите, после того, как мы сделали замедление, у нас поменялись сторонами. Кто, когда, в какой момент ходит. Так, здесь вот нужно неистовство, потому что у нас есть возможность дополнительный урон на кровотечение нанести. Смотрите, тут классно, как у Берсерка уже почти половина жизни закончилась. Это хорошо. Отравленная стрела. Еще разок. В травницу туда, назад. К сожалению, закончится сейчас на случник. И закончится вместе с ним едти. Но травница, зараза, отличилась. Я опять об этом забыл. Короче, если вы не можете уничтожить травницу с самого начала, то никогда так не делайте. Так, что здесь у нас? Есть хлыст по лицу. Устрашения нет. Потому что мы сразу на боевой дух ничего не накладывали. Да, просто хлыстом обычным. Что-то мало так урона. Опять он начал развлекаться с самого начала. Ты негодяй. Так, ну здесь классический укус. Тут ничего больше нельзя делать. Пассивочку он, главное, раздал. Всем ярость. Обалдеть. Офигеть он злой. Так. Ну ладно. Давайте хотя бы так попробуем сделать. Так, ты-то хотя бы сдохнешь. Нет, сволочь. Нет, по всей видимости, они сейчас дойдут до управляющего. И уже управляющий будет с ними разбираться. Это плохо. Потому что у всех, значит, по морали прям сильно ударит. Так, хлыстом можно эту добить. Парабощение, кстати. Интересно. Вот эти можно всем надавать. Но при этом берсер точно помрет. Хорошо. Это то, что мне нужно. Травница подлечилась, но подлечилась не очень сильно. Еще одно порабощение. Бах. Все осталось травница, на которую, к сожалению, не действует кровотечение. Но очень отлично действует. Хлыст. Так. Так. Смотрим. Сочарованный шерсть. Шерсть. Шестерни. 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 Так. Больше ущерба здоровью боевому духу. Класс. В начале каждого бойца монстр имеет вероятность 20. Получит случайный бонус. Тоже прикольно. Но возьмем что-нибудь более или менее прогнозируемое. Берем шестеренки. И все. Как видите. Ризри отправился в гарнизон. Все остальные будут вместе с нами. Ну и вот. В общем-то. Вот она вся вот такая вот игра. Прям шикарная. Шикарный геймплей. Мне прям очень понравился. Да, она сейчас выходит в раннем доступе. Но я... Даже сейчас то, что есть в раннем доступе, позволит вам зависнуть очень и очень надолго. Вот. Ну как видите. Здесь куча талантов. Всевозможный вот этот режим игры, про который я говорил. Который можно переключать. Прикручивать к твичу непосредственно. Есть вот эти вот таланты. В общем. В общем все клево. Прям очень и очень здорово. Я поэтому вам настоятельно рекомендую обратить внимание на эту игру. Legend of Keepers. Пожалуйста. Посмотрите. Поиграйте. А на этом обзор игры Legend of Keepers завершен. Всем спасибо. Всем пока. Играйте в хорошие игры.